Про экономику. С нами на связи финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. А вот проблемы банков в США и Европе снизило ли спасение, да, условное спасение в предбакротном состоянии поглотил, поглотили банк КредитСвиз, снижает ли это риски мирового банковского кризиса? Я сочетал мнение некоторых аналитиков, что, возможно, если дальше все будет сыпаться, а, скорее всего, дальше тоже будет каким-то образом сыпаться, то это ускорит глобальную рецессию. Это первый вопрос. Второй вопрос обратил внимание еще и на то, что банковский кризис в США и Европе достаточно серьезно отличается от того, что было в 2008 году. Во-первых, западные регуляторы более оперативно пытаются решить все проблемы, которые из этого вытекают. И, во-вторых, не было какой-то бурной реакции в банковской сфере в развивающихся рынках. Мы помним, как в 2008 году падали достаточно серьезно и акции банков, в том числе и российских, и фондовые рынки падали. Сейчас обратная картина. Акции банков Китая, России, Турции даже выросли, если сравнивать в долларовом выражении, с учетом изменения национального курса. Действительно, вот этот передел, раздел глобальных денежных потоков, который сейчас происходит, он изменил в том числе и отношение инвесторов к развивающимся рынкам, к банковским системам этих стран. Ну, давайте последовательно. Первый риск рецессии. Никуда не делся. И те меры, которые предпринимают финансовые регуляторы ФРС и Европейский центральный банк, Национальный банк Швейцарии, они носят характер временный. Потому что ФРС предоставил средства банкам на 120 дней, то есть 4 месяца. То есть, по сути, вот этот кризис отодвинут вправо по скале времени туда, в середину лета. Туда, где Америке придется решать проблему с потолком госдолга. И это усугубит ситуацию для американской финансовой системы, потому что помочь банковской системе какими-то бюджетными вливаниями, так называемой фискальной рефляцией, уже не получится. Они будут биться за потолок госдолга. Поэтому все только впереди. Что плохо для мировой экономики, то, что слишком долго все жили в тепличных условиях низких ставок и бесконечного кредитования, бесконечной долларовой ликвидности. Это все заканчивается. Теперь стоимость долго растет, проценты остатки растут. Только по итогам тех повышений, которые были сделаны до конца прошлого года, мировая экономика должна будет отдать американским банкирам дополнительно 14,5 триллионов долларов процентов. Ну, не только банкирам, но и ФРС, что придется изымать из собственной экономики, в том числе и развивающихся стран. Но вот этот кризис доверия, который сейчас уничтожает очень многие банки и будет продолжать уничтожать, он запускает очень неприятный процесс неприятия риска. Это значит, что будет очень сложно рефинансировать те самые старые долги. Это значит, что будет расти количество дефолтов, развивающихся в странах и в развитиях тоже. Будет замедляться мировая экономика, потому что вот этих подпитки денежных уже не будет в том масштабе, который она была раньше. Это повлияет на международную торговлю, это повлияет и на сырьевые рынки, повлияет на все, к сожалению. К этому надо готовиться. Но, что хорошее, вот переходим ко второму вопросу. Есть такое страшное для наших коллег Запада слово декаплинг. Разделение. Вот то, что происходит в мире сейчас, разделение экономик западных стран, стран большой семерки и разделение развивающихся экономик, которые теперь выходят на собственную траекторию и следуют больше национальным интересам. Не случайно МВФ в феврале выпустив прогноз экономического роста показал, что в мире теперь мировая экономика, она имеет две скорости. Очень низкие темпы. Это экономика западных стран Японии и высокие темпы как раз глобального юга. Это Китай, это Индия, это страна Латинской Америки, но и Ближний Восток, у которого все прекрасно из-за выросших цен на нефть. И вот то, что экономический рост укрепляет финансовые системы этих стран, торговлю между собой, а не только с Америкой. Потому что если в Америке начинаются проблемы, а в Соединенных Штатах гигантский потребительский рынок, то страдают в основном те, кто туда что-то поставляет. А это прежде всего Евросоюз, Китай понятно, но он справится, Япония и Южная Корея. Вот мы видим, где будут проблемы. Интересный заголовок в издании «Политику». Если скучная Швейцария не может спасти свои банки, то кто вообще может? Сдает риторический вопрос журналиста. Но сейчас прикладывают все усилия, еще раз повторю, западные регуляторы для того, чтобы исправить ситуацию. То есть, с другой стороны, они в очередной раз объявили, что для них главная цель сейчас – это борьба с высокой инфляцией, которой они сами приложили руку. Они ее непосредственные акторы. Завтра будет объявлено об итогах заседания Федрезерва США. На ваш взгляд, Александр Вячеславович, возьмут паузу в Федрезерве повышения ставки? Либо как? Поступит так же, как и Европейский центральный банк. Просто снизит темпы повышения. Потому что деваться некуда. По-прежнему реальные ставки в Соединенных Штатах отрицательны. Реальные – это номинальные минусы инфляции, инфляция все еще выше. И решив, что залив деньгами проблемные банки и все остальные, предоставив ликвидность, а ликвидность смогут предоставить дополнительно 3 триллиона долларов, причем этот банкет не бесплатный, да, он платный, ФРС решит, что можно продолжать цеху повышения ставки, потому что пожар они как бы залили. И здесь я считаю, что у них сложно, ну, проблема регуляторов самая большая в том, что у них уже нет готовых решений. Приходится все делать очень и очень быстро, причем быстро делать потому, что, как пишет Rent Corporation, это аналитический центр, который работает больше на Пентагон и обслуживает геополитику, в том, что это кризис современного типа. Это не только финансовый кризис, это и социально-финансовый, потому что социальные платформы так быстро распространяют информацию, что у регуляторов, у центральных банков вообще не остается времени на оптимальное решение. А как мы знаем, что в условиях стресса даже человек, он принимает решения не те, которые оптимальны или правильны, а то, чего ему учили когда-то, да. Поэтому, что научился делать ФРС? Это печатать деньги и менять ставки, да. И вот та ситуация, которая сейчас в Швейцарии происходит, нам говорили про базы, про регулирование, о том, как надо следовать. Оказалось, что и сами швейцарцы этому не следовали. А зачем же они тогда от нас это требуют? И если вот подумать, а как вообще этот кризис начинается, вот давайте вспомним Роман Булгакова, мастера Вангарица, когда короев и бегемоты отчитывались в Оланду, почему загорелся ресторан грибоедов, да. Вот они, бегемот скричал, не постигая, сидели мирно, совершенно тихо закусывали. Да, вот они сидели мирно, совершенно тихо закусывали и не смотрели, что вот кто-то за этот банкет должен был заплатить. Что эти дыры в триллионы долларов никуда не делись, они просто замаскированы. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok